Аркадий, ты много лет и последовательно выступаешь против мирных революций, против ненасильственного характера, ввиду того, что, на твой взгляд, они неэффективны в борьбе с диктатурами такого плана. Я помню, ты говорил еще об этом применительно к событиям декабря 2011 года, и выступал против вот этих акций с белыми шариками. И, в общем-то, сейчас твоя эта позиция, она экстраполируется и на происходящее в Беларуси, например. При этом протестная волна нулевых годов и 2011 года во многом, она, в общем, строилась на некоторых таких максимах. Что, например, если на улице Москвы выйдет миллион человек, полмиллиона человек по-разному говорили, что режим как бы падет, начнется раскол внутри, и даже мирные ненасильственные массы революции могут победить. Мы видели примеры Грузии, революции рос, мы видели арабскую весну, где, в принципе, все-таки количество жертв и именно какого-то серьезного военного противостояния не было. Почему, на твой взгляд, вот сейчас уже ситуация изменилась, и, в общем-то, раз за разом мы видим в разных частях мира вот ненасильственная революция, когда она сталкивается с диктатором, который цепляется за свою власть, они, в общем, не дают никакого результата. Что принципиально поменялось? Существенна ли роль в этом слабой позиции Запада, о которой говорили сейчас Геннадий Гудков и Евгения Чирикова? Ну и какая стратегия, на твой взгляд, должна быть у оппозиции, которая оказывается в ситуации вот такого серьезного давления и невозможности легальных способов борьбы? Ну, потому что мирные революции способны победить только в относительно демократических странах, в тех странах, в которых власть прислушивается к словам своего общества, больше они не способны победить нигде. В Европе они способны победить, в Грузии они были способны победить, потому что там относительно более-менее уже и так демократия была, да? В тех странах, в которых диктатуры, они победить не могут априори, потому что эпоха мирных революций, эпоха вот этих вот игралок с шариками, и она закончилась, и мы возвращаемся к тому, что было сто лет назад, к настоящим таким кандовым диктатурам полпотовского такого плана, да? И расстрелы будут еще, подождите, еще все впереди, это только начало. Будут и расстрелы, и массовые репрессии, и все как надо. И революции в этом смысле способны, могут быть только такими же настоящими кандовыми кровавыми революциями, как и сто лет назад, как там выстрел Сараева или, не знаю, этот фейковый выстрел Авроры с последующими гражданскими войнами и окорочками от Америки, которая уже четыре раза спасала Россию своими ножками Буша, и будет спасать в пятой, от этого никуда не деться, да? Я абсолютно согласен с Геннадием Владимировичем, вот он высказал все абсолютно правильно, я с ним полностью согласен, за исключением одного момента, что если Запад перекроет путинским чиновникам возможность хранить там деньги, воспитывать детей, то это как-то повлияет на режим Путина. Да никак не повлияет, абсолютно. Это примерно то же самое, что в 1921 году говорить, если Мексика запретит Троцкому прибивать в Мексике, то режим Ленина-Сталина от этого падет. Да вместо Троцкого будет просто Берия, которому будет достаточно дачи под Москвой, и все, этим и закончится. Вместо Пронина будет какой-нибудь там Прилепин, которому достаточно будет свои избушки под Нижним Новгородом, и в остальном утапливать всю Россию в крови. Диктатура от этого не рухнет, а только усилится. Я, в принципе, согласен и с Женей по поводу Северного потока, за тем, наверное, исключением, что, на мой взгляд, самое лучшее, что могло бы произойти с Химкинским лесом, это вот такая вот ковровая бомбардировка авиации НАТО полосой в 50 километров от самых Химок до Красногорска, вот чтобы там только воронка осталась. Вот, на мой взгляд, это лучшее, что могло бы быть с этим национальным заповедником. Но по поводу Северного потока я тоже согласен. Я думал, до Капотни надо бомбардировку заделать, чтобы все Москву накрыло, что ты это как-то мелко берешь. Я думаю, что до Воронежа вообще, на самом деле. Но если ты меня спрашиваешь, какие стратегии дальше, и что делать дальше, Иван, то я тебе не могу на это ответить. На этот вопрос тебе может ответить, наверное, товарищ Шульман. Мне кажется, ты не тех людей здесь собрал. Ты надо позвать Шульман, и она тебе браво по-пионерски расскажет, как автократии не становятся талитаризмами, талитаризмами не становятся диктатурами, диктатурами не становятся фашизмами, и что надо делать. Не знаю, можно Алексея Анатольевича спросить, что теперь делать. Леш, что теперь делать-то? Вот мы 10 лет ходили, ершиками махали. Чем теперь махать? Давай шариками, нет, шариками махали, уточками махали, самолетиками махали. Чем теперь махать? Не знаю. Давайте Волкова спросим. Я могу ответить от условного Леонида Волкова. Те скажут, что сейчас нужно идти на умное голосование. Давай на умное голосование сходим, потом на глупое. Давай спросим сейчас проект «Закрытая Россия». Вот вчера была «Открытая Россия», сегодня теперь «Закрытая Россия». Давай их спросим, что делать. Поэтому ты не того спикера подобрал, чтобы на этот вопрос отвечать. Я не знаю, что делать. Я знал, как не оказаться в этой ситуации между вот этих двух замечательных полупопий, в которой мы оказались. А что делать здесь теперь, я не знаю. Это, наверное, надо спрашивать тех людей, которые сюда довели. У них, видимо, есть какая-то стратегия выкарабкивания наверх. Это на самом деле тоже ответ. Я тебя, собственно, к этому ответу и подвожу. И рад, что ты мою любимую Екатерину Шульман припомнил. Потому что вот эти рассказы про гибридные институты, про гибридный режим и спящие институты, которые мы слышим с 2014 года, они, в общем-то, понятно, к чему привели. На самом деле, это достаточно серьезная история, потому что большое количество людей ориентированы на проповедников вот этой, как бы, эволюции, того, что все рассосется. И когда они оказываются перед лицом суровой реальности, в общем-то, они злиться начинают не на проповедников, а на тех публицистов, которые, на тех политиков, которые этот жесткий сценарий, а, предсказывали, и, б, сейчас фиксируют. И говорят, что, ребята, вот мы это вам говорили, условно говоря, 10 лет назад, вы слушали, там, Шульман и Соловья, которые рассказывают каждый год, что Путин скоро умрет. Но, а сейчас мы оказываемся виноваты, потому что вы оказались в той реальности, в которой оказались. Поэтому вопрос, ну, был не случайный, я просто хотел, чтобы ты свою позицию зафиксировал. Я понимаю, что тебя многие наши участники и зрители читают в твоих, как бы, замечательных постах фейсбучных, но, тем не менее, у нас аудитория все-таки чуть другая, поэтому я вот сейчас сверху часов такую провожу. Так вот, я ставлю с собой согласие. Я считаю, что вот те, кто лил этот елей вот этим вот 18-летним пацанам, которые вот этой вот девчонке, которая уехала из Беларуси, потом вернулась на суд к своему 17-летнему парню и села на 4,5 года, вот я считаю, что они в достаточной очень степени виновны в том, что не объяснили своим детям, с чем они имеют дело, что такое настоящая диктатура, каковы будут последствия, и, ну, если мы ходим, машем шариками по улице, ну, это же игра такая, да, она безопасная игра, она никакой опасности не представляет, а представляет то, что ради тебя сажают самолет, и ты отправляешься там на подрастрельную статью, да, но это ладно все, это плач Ярославный, с этим все понятно, да. Какие стратегии, что делать дальше? Вот, значит, на мой взгляд, никаких стратегий, все, приехали, точка. Называть вещи своими именами. Так вот, если называть вещи своими именами, то вещи своими именами называются так. Мы проиграли. Все, точка. Разговоров больше нет. Рейх укрепился. В России его поддерживает на данный момент действительно большинство уже населения. В Беларуси пока нет, но если Беларусь станет частью России, то у меня такое ощущение, что и Беларусь кутинский вариант диктатуры будет поддерживать, наверное, все-таки большинство. Поэтому вот СССР 2.0, он образовался. Все, вот эта новая граница по карте проведена, из которой действительно Запад пытается вытащить Украину. Я в этом смысле с Геннадием Владимировичем абсолютно согласен. Это, наверное, важнейшее, что сейчас нужно делать. Но во всем остальном, вот, не знаю, 33-й год примерно Советского Союза. И дальше будет примерно то же, что было там. Вот можно смотреть в историю и примерно из этого исходить со своими стратегиями. Что дальше, да? Какие возможные варианты развития? Ну, во-первых, для нас стратегия единственная одна — это называть вещи своими именами. Вот эта стратегия, которую можно назвать русофобией имени Бабченко-Муждобаева, да? Вот единственная стратегия, которая оказалась правильной, это то, что каркали вот эти вот русофобы Бабченко и Айдер, да? И докаркали до того, что происходит все практически один в один. Называть вещи своими именами, жить в реальном мире, видеть, что происходит. Это первое. Потому что, как Айдер, опять же, замечательно говорит, русофобия — это самая точная наука, потому что в ней сбылось все. Все предсказания вот в ней сбылись. Это первое. Второе — готовить замороженные ножки Буша, потому что никаких других вариантов нет. Потому что дальнейшее развитие событий — это окукливание этой страны за железным занавесом этой территории. Это превращение ее уже в окончательный 2-0. И это новая холодная война, которая, дай бог, дай бог, может быть, останется только холодной. А, на мой взгляд, вполне вероятно перерастание и в горячую фазу, в горячую фазу боевых действий. И одним из самых вероятных театров боевых действий — это, конечно же, Украина. А потом, на мой взгляд, еще и в Восточный Казахстан. И нам с вами... Вот понимаете, вот сейчас нам обсуждать стратегии, что делать дальше, это примерно как 100 тысяч лет назад ежикам обсуждать, как остановить ледниковый период. Да никак. Никак. Все. Несоотносимы уже силы и несоотносимы уже массы. Ежики не могут остановить наступление трехкилометрового ледника, а мы не можем остановить кристаллизацию рейха. И нам остается только ждать, когда англосаксы опять в очередной раз, в третий за последние сто лет, спасут Европу от очередного поехавшего головой диктатора. Потому что других никаких вариантов нет. Нам остается ждать, потому что Путин — это уже навсегда, Лукашенко — это уже навсегда, СССР 2.0 — это, по крайней мере, надолго. И нам остается только ждать, пока там не начнется очередное обнищание, не начнется очередная колбасная революция, как уже было не раз, только за колбасу, и откроется новое окно возможностей. И вот только в этом окне возможностей можно будет там начинать обсуждать какие-то стратегии. Но, опять же, действовать в это время будут уже совсем другие люди, совсем другие силы. Даже внутри России будут действовать совсем другие люди, которым на демократию и свободу будет плевать, а им нужна будет только колбаса, им нужно будет пограбить магазины, потом разруха и новый ДНР с алкоголиками, с автоматами на блокпостах от края до края. Все, что было в 17-18-м. Вот в этот раз империя будет рушиться точно так же. И Третья Чеченская война тут же в этот же день. Это, в общем-то, все понятно. Да, я, в общем, согласен также, опять же, соглашусь с Геннадием Владимировичем, рассказывать, говорить, называть вещи своими именами, говорить, что там началась диктатура. Другое дело, что я бы не был так оптимистичен по поводу Северного потока, потому что, ну извините меня, Байден не вводит санкции, потому что его интересует не Россия, его даже Украина, Украина его интересует больше, чем Россия, но даже Украина там не на втором, скорее всего, месте. А на первом месте Америку интересует, конечно, рынок сбыта своего сжиженного газа. А ругаться из-за сжиженного газа с Германией, чтобы с ней совсем порвать отношения, он, конечно, не будет, безусловно. Поэтому все совсем не так радужно. Ждет нас не очень хорошие времена, ждет нас нормальный тоталитаризм, нормальная диктатура, затем нормальная революция, по всей видимости, нормальная война. И выживать, строить стратегии своего выживания, а потом смотреть. У меня вот стратегии есть, у меня есть инструкция по вождению танка Абрамс, и банки с тушенкой я закупаю. Моя стратегия в 96 лет приехать на Красную площадь, нассать на могилу Путина и начать раздавать там окорочка и пороть с гаслом славу Украине и спрашивать, чей Крим. Других никаких стратегий у меня, в общем-то, в принципе нет. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok